здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала прежде чем начать наш основной выпуск я хочу вам показать как я немножко прогулялась по секонд-хэнзу в руке не ну и показать что я там увидела и нашла сказать честно особого восторга я при этом не испытала но во всяком случае хоть прогулялась потому что этот сэхэн хэн очень очень большой и там очень большая такая территория есть одежда обувь книги затем посуда мебель электроника но в общем там там очень много всего хотела купить себе джинсы было очень много джинсов но не купила и вообще честно говоря я только так прошлась и и все но посмотрите вот это полки с тарелка вы знаете как-то не очень вот честно говоря мне эти самые тарелки понравились ничего не купила но кое-что все-таки покажу достаточно но может быть будет вам интересно и в общем для людей которые нуждаются в хорошей посуде можно сюда конечно прийти и вот купить вот наборчики с тарелками смотрите какая красота это мне понравилось очень там стоит маркировка какая-то сейчас посмотрим так но это современные конечно тарелки ну что мне понравилось они все разные вот весь набор рисунок одинаковый цвет разного а вот это вот смотрите какая красота тоже такие плоские тарелки сервировочные вот но не дешевые 5 долларов каждый хотя я не уверена вот это уже начинает готовиться к рождеству и к новому году вот можно купить вот такой набор и поставить на стол там их сколько было в достаточно и это тоже блюдо к рождеству но то есть есть на чтоб смотреть вот это не будет тоже понравилось но тоже современное что-то я вижу по маркировке вот очень прилично вот люблю вот такие вот сервировочные тарелки посмотрите они такие цветочки на васильки похожие и тут тоже что-то весьма и весьма современное на хорошем состоянии и многое и большие они вот это было интересно набор классный такой белые и вот цветы тоже что-то современное или нет нет это уже винтаж отлично и вот они все с разными цветами очень очень так хорошо правда мало их сколько там три или четыре во всяком случае вот если у меня не было тарелок 3 да я вы точно такие купила бы хотя желательно конечно чтобы вы побольше но зато интересные очень и вот еще одна такая вот тарелка уже и другой что называется оперы но тоже вся в цветах вот такая маркировка тоже винтаж я думаю хотя не уверена не знаю то есть это надо было разбираться я бегом кругом хотел себе купить чашечку потому что разбила свои с вишенками любимую но вот эти они оказались маловато а вот это знаете я хотела купить вот этот набор салатница очень интересная керамика цвет классный вот я постояла и ушла а потом когда за ними вернула все их купили вот такой набор тарелок с цветами но у меня есть похоже японский очень красивый и я подумаю зачем не ищу у меня аж есть там сколько он даже восемь тарелок очень всегда были популярны тарелки вот с такими фруктами причем всегда но да это современные тарелки и ну такие стандартные а посмотрите как как интересно букетик из колосков да тоже несколько тарелочек таких было вот это уже маркировка стоит какая-то такая интересная вот но малый было вот еще интересный набор вот тут целый чуть ли не сервис много тарелок таких и опять таки если вы меня не было я бы такое себе купила на стол ставить вот такой небольшой наборчик 2 блюдечка и какая-то то мисочка вот эти очень мне понравились бокалы но у меня такие есть что и дороговато 5 долларов за одну штуку да ну это там можно торговаться вот еще такие кофейные чашечки правда без блюдечек но какая-то сильно винтажная маркировка и только три всего лишь очень хороший был а молочник вот такой хрустальный но опять-таки уже меня молочников хватает в доме но вот здесь много чего разного всякого вот продолжаем рассматривать вот такая интересная не знаю конфетницы или что с такой маркировкой такой классной ухты интересно богатая маркировка ничего не скажешь но и так далее ходила 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 смотрела вот смотрите какой наборка хороший значит это чайничек такой восточном стиле потом там идет еще там был была сахарница да а это опять-таки молочник непонятно какой но розовый но очень интересно было конечно рассматривать и это стоял на такой тележке еще на полке не успели разложить так что я купила вот чего я купила вот эту коробку но это моя слабость а посмотрите какое я зеркало увидела там боже мой уже такая старина что дальше некуда так не видно цена не рассмотреть ну вот оно большое такое классное и вот такой комодик а еще вот такая салфетница ну в общем что то такое хрустальное и вот что я еще нашла вот такие кружевные барышни но и вот теперь приступим к обзору статуэток ох как давно я не делала обзора моих статуэток коллекции моих статуэток и вот сегодня по многочисленным просьбам моих подписчиков я все-таки решила показать вам некоторую часть моей коллекции статуэток сегодня у нас будет очень необычный показ сегодня мы будем смотреть статуэтки мужской части нашего населения то есть мужские статуэтки но начать я хотела бы с детских мальчиков у меня было очень много всяких идей как это лучше сделать потому что много у меня таких статуэток достаточно и сначала я думала как-то по годам по костюмам но и так далее по одежде но потом решила я буду делать по как бы теме сейчас у нас будут мальчики статуэтки затем мы перейдем уже мужчинам но в общем я надеюсь что это вам покажется очень интересно потому что я когда собирала свою коллекцию очень тщательно отбирала и смотрела и когда у меня вот появилась идея сделать себе такую коллекцию мужскую чисто мужскую ну знаете я сначала как бы не с великим восторгом к этому ко всему отнеслась но потом все-таки впечатлились посмотрела на свои статуэтки какие есть потом порылась в интернете потом съездила пару раз на блошиной рынке и вот сейчас будет обзор и так начнем с мальчиков вот эта статуэтка которую вы видите перед собой это одна из первых статуэток в моей коллекции вообще у нее очень интересная история это молящийся перед сном мальчик от компании роу далтон и благодаря этой статуэтки компания далтон получил свою приставку роу королевской почему потому что сама королева приехала посмотреть мастерскую далтона впечатлилась и очень понравилась именно вот эта статуэтка и она сказала какая симпатяшка вот и после этого она сделала возможным дать вот название компании не далт просто арал далтон вот такая интересная история давайте посмотрим на этот дивного мальчика видите какой он хороший ночной рубашка длинный такой весь из себя погруженный в молитву но в общем как это умеет на эти дети отдавать свою душу любимым нас в этом случае от любимым является у вас сам господь бог посмотрите он уже готов ложиться спать но все-таки он просит господа бога о чем трудно сказать но его молитва конечно очень искренне и глубокая следующий мальчик у нас вот такой замечательный а ну сразу видно что мальчика день рождения и мальчику исполнился годик то есть он совсем кроха хотя статуэтка знаете а такая достаточно массивная и тяжелая и знает я когда вот увидела на блошином рынке это статуэтку я пришла в полный восторг ну такая уже симпатяшка просто прелесть вот так она выглядит стоит на деревянной платформе вот их компания это флоренза но тут столько маркировок стоит что я вообще ничего не понимаю честно говоря потому что тут еще вот сзади есть маркировка ведь вот такая маленькая потом поближе покажу там стоит а маркировка от компании капдемонта но несомненно что это итальянская статуэтка ну что ж давайте теперь посмотрим ну как бы нам вот так вот поближе посмотрим как хорошо прорисовано и сделано проработана личико этого малыша он пытается задуть свечку мы ему сказали что так надо он и издувает вот с таким серьезным видом что вот просто оторваться от этих пухленьких щечек совершенно невозможно одна из самых интересных статуэток в моей коллекции и очень давняя то есть одна из первых которые я купила на блошином рынке это вот этот мальчик она настолько интересная меня так впечатлило все это стоило я помню как то так дешево эта статуэтка и я пришла от нее в полный восторг купила ее наверное лет шесть назад а может даже и семь уже и давайте как следует на нее посмотрим потому что но это по настоящему забавно мальчик ну что мальчик явно а может быть он пастух может быть он пас вот видите курочка какая-то может еще что-то но мальчик вот так устал что решил присесть отдохнуть и заснул посмотрите какая удивительная деталировка мастера потом покажу все маркировки которые там есть ну просто замечательная работа вот так вот он выглядит но спит спит и он наверно перед этим чего-нибудь поел а вот подошел такой курчонок маленькой вот и типа что там такое может я чем-нибудь могу поживиться а корзинку пустая видите перевернутая все съел хорошим вот такая замечательная статуэтка очень очень моя любимая очень мне она нравится немножечко она побитая но совсем немного на самом деле все самое главное вот вся деталировка очень хорошо сохранена сейчас я вам это покажу поближе вот посмотрите на проработку личика посмотрите на ручки пальчики а вот такие пальчики это уже признак высокой квалификации мастера и здесь написано вот на маркировке здесь на оборот очки давайте посмотрим так тут написано что это сделано вручную полностью то есть неважно тут стоит какой-то там номер вот но главное самое что тут написано что это сделано без молда то есть полностью все вручную а это уже и высший пилотаж для мастера который делает подобные скульптурки замечательная работа и вы знаете я это статуэтку меня уже просили ее продать честно говоря и даже не платить деньги предлагали а я сказала нет то уж это я оставлю для себя лично очень очень мне нравится еще один мальчишечка ему наверное купили черепаху а может не купили может быть он ее где-то нашел на лужайке уж не знаю но посмотрите как он на нее любуется как она ему нравится какая у мальчишечки интересная поза ну в общем тоже такой шедевр маленький я ее купила сравнительно недавно в прошлом году вот наверное это современная статуэтка я думаю посмотрите джинсики у мальчика рубашечка так стрижечка такая современненькая но очень-очень он мне понравился посмотрите как у него задумчивое личико такой целеустремленный взгляд на эту самую черепашку прелестно не правда ли посмотрим на эту прелесть чуть чуть поближе на это прекрасно проработанное личико но замечательная такая вещь очень очень мне понравилась но я сегодня вот так видите таких восторженных тонах а я очень долго все это не пересматривала не смотрела но знаете время не так много так пройдешь мимо посмотришь и ушел а как начала готовиться к этому видео это совсем совсем другое дело и другое настроение сразу поднялось вот и подумала да неплохо я поработала на своей коллекции между прочим еще один замечательный мальчик он играет на флейте вообще это пара фигурок на девочку вам которая играет на чем он там себе играет я уже не помню посмотреть потом я вам показывать не буду у нас сегодня мальчики и мужчины поэтому давайте смотреть вот такой мальчик я не думаю что это мы потом посмотрим наклеечка там есть какая-то маркировка но я не думаю что это что-то такое сильно ценное возможно это япония но хорошо сделана такая фигурка такая очень приятно они с девочкой хорошо смотрится ладно бог с вами сейчас покажу девочку вот такая замечательная парочка оказывается девочка ни на чем не играет оказывается девочка читает книжку нет это не книжка это ноты она поет это мальчик и подыгрывает на флейте вот какая у нас замечательная парочка и покупала ее конечно на блошином рынке очень давно и я вам сейчас покажу маркировку вот но посмотрим откуда у нас ноги растут кто они у нас такие а посмотрите на этого мальчишечку замечательного смотрите какая прелесть чудесно мальчишка играет на гармошке поела а птичка вот какая птичка непонятно ему подпевает просто замечательный такой сюжет и сейчас давайте рассмотрим поближе личка и мальчика и птички там клюв так так раскрывает что прямо невозможно оторваться чудесно неправда не нравится как сделано все это мы вы наверное узнали эту работу узнать это не узнать невозможно конечно же так вот у нас маркировка это германия но сюжет замечательно не вообще эта серия очень нравится там такие детки замечательные хорошие с разными сюжетами но коллекцию я себе так и не собрала такое так есть несколько статуэток вот но я знаю что у регины михаила канал называется vintage from калифорния собрана большая прекрасная коллекция вот таких замечательных статуэток попробую найти у них это видео и сбросить вам в инфобакс чтобы полюбовались на эту прелесть но и хочу я в общем то как говорится закончить всю всех пока своих мальчиков вот этими двумя а вы знаете я когда их увидел на блошином рынке было абсолютно ими очарована и стоили они совсем недорого но я не видела никакой на них маркировки и поэтому как-то сильно сомневалась а потом думаю да бог с ним ну что эти 10 долларов а мне они так нравятся они такие классные продавались они вместе как пара вот я помню за них просили пятнашку но я таких повертела и сказала что ой а тут же никакой маркировки нету но и как можно за 15 в общем за 10 вытаргала но они мне очень-очень эти мальчишечки понравились такие интересные такие маленькие оборванцы но посмотрите какие они вот такие вот ну как сказать забавные очень слева который мальчик а он очевидно кормит это самое вот этого индюка замечательно а справа мальчик он поймал рыбу и откуда ее взял не знают неизвестно но вот он прижал ее к себе и думает а может отпустить а и вы знаете этот в шляпе в такой этот просто вот такие у них волосики интересные но в общем не мальчики а чудо вот я очень люблю вот подобные жанровые статуэтки вот мне уже малость под надоели все эти мои прекрасные дамы и уже хочется знаете что-то более веселого вот эти оборванцы мне пришлись по душе но потом когда я дома рассмотрела так вид здесь есть матри сделано в италии на самом деле где то есть надо сейчас поискать я сейчас поищу и покажу вам вот видите написано это ли еще что-то но в общем короче говоря все таки более-менее что-то понятно ну и как всегда давайте рассмотрим вот эти замечательные личики очень интересные такие работы вот еще вот такой личик но очень веселые ребята веселые статуэтки и я нисколько не жалею что я и взяла ну что ж мои дорогие на сегодня наш выпуск я пожалуй закончу надеюсь что вам мальчишечки статуэтки понравились я например от них но в полном восторге особенно сейчас когда я придумала собрать их вместе ну а мужчин статуэтки мужские это уже следующий раз их их немало и это видео если я вместе все это сделаю она будет бесконечным надо же как-то все-таки и отдыхать иногда но в общем большое вам спасибо за за то что вы все это посмотрели надеюсь что вы мне напишите масса комментарий какая же из этих статуэток понравилось вам больше чтобы вы хотели из этих статуэток иметь своей коллекции но в общем вот я очень люблю когда вы мне пишите комментарии это такое удовольствие их читать и пусть они будут и положительные и как бы не очень это все равно интересно а с вами была инесса из нью-йорка до новых интересных встреч до следующего видео про мужские татуэтки в моей коллекции